Особое мнение на 101FM Там должны были присутствовать члены общественной палаты Большое количество СМИ Ожидалось, я там не была Ты был СМИ были Опиши, пожалуйста, ситуацию Кто там был Кто эту информацию выслушивал Я увидел довольно большое количество СМИ города Кирова Всем тема, конечно же, интересна Тема затрагивает абсолютно всех жителей города Кирова Потому что абсолютно все жители города Кирова платят по коммунальным платежкам И многие из них не понимают, что вообще происходит На самом деле Откуда берутся цифры эти Что ждет в будущем Потому что, мы же понимаем Обсуждается многократно уже довольно давно Концессия То есть какое-то новое такое слово в лексиконе у всех возникло Мы еще поговорим сегодня Возникают там различные мусорные реформы То есть опять-таки какие-то нововведения Кроме ежегодных изменений Кроме ежегодных, да Кроме запланированных таких всех вещей, изменений Мы видим какие-то новые перестановки И, соответственно, к сожалению, они ведут к увеличению платы за коммунальные ресурсы Вот это, конечно, да Это многих людей напрягает, так скажем Кроме СМИ, кто еще присутствовал? Слушай, ну там была такая отчетная Пресс-конференция Пресс-конференция, да Да, то есть именно по итогам Кто представлял информацию для отчета? Были члены как раз-таки этой группы нашей Которую мы создали, я напомню, еще весной прошлого года Когда с Александром Александровичем Галлицких обсуждали такую возможность Мы с ним сидели, по-моему, вдвоем И я говорю, Александр Александрович, давайте проведем какую-то проверку общественную Мы провели довольно хорошую работу на теме дорог Просмотрели все процессы, которые внутри происходят за довольно длительный период времени Стало понятно, во-первых Во-вторых, система начала потихоньку меняться Это факт То есть многие взаимоотношения внутри субъектов стали меняться Многие изменения фактически произошли То есть в технической документации, в гарантийных сроках В контроле, опять же, стороны контрольных функций, органов и так далее Я говорю, давайте посмотрим, что происходит у нас в тарифе Потому что тема важная, тема касается всех И она абсолютно никому не понятна Мы стали с ней разбираться На самом деле, я считаю, это достаточно поверхностный Но в хорошем смысле этого слова То есть обладают теми ресурсами, возможностями, которые мы имеем Но анализ мы провели Предварительный такой Нам стали понятны многие вещи в взаимоотношениях Которые происходят в составляющих, в тарифах и так далее Вообще намерения, которые дать дальнейшее Что существенного сегодня было сказано Касательно тарифной политики, которая в регионе ведется? Какие выводы были? Слушайте, ну вот мы знаем Самый главный момент, который меня лично тревожит Это то, что мы вообще там Кироскопа, Сигурс Киров в лидерах по росту тарифов Российской Федерации Российской Федерации То есть неоднократно Предоставили там рейтингах федеральных Расчетные федеральные ресурсы Организации Про это нам говорили в этом году Соответственно, возникает вопрос Почему это все происходит? И ответа пока что Вот такого точно дать нельзя То есть вот почему? Опять же, есть власть, которая устанавливает тариф Будь то РСТ, будь то губернатор Будь то правительство региона Будь то все остальные субъекты взаимоотношений Но почему так происходит, что кирилевчанам немножко не везет? Тут большой вопрос, да По итогам работы группы Сферон акт общественной проверки Он там на порядка 15 страницах Где описаны какие-то проблемные точки Которые мы видим То, чем мы озабочены, так скажем Чем мы озабочены? А вот хотелось бы привести Вот такой конкретный факт Что у нас есть президент Я по все время на него ссылаюсь довольно часто Но почему бы и нет? Ведь он у нас есть И зачастую говорит довольно правильно Объективно правильные вещи И у него есть требования По ограничению роста тарифов На услуги ЖКХ То есть, чтобы рост был В объеме, не превышающем уровень инфляции Кировской области И в городе Кирове, соответственно, тоже Мы считаем, что, естественно Это требование президента не выполняется Потому что, даже если посмотреть На предельные индексы роста тарифов А он для Кировской области установлен 5,5% Да, мы в него вписываемся Кировской области Ну, о чем я неоднократно уже говорил Застрял внимание Город Киров почему-то получил Рост тарифа на тепловую энергию В этом году В 2018-м на 7,39% То есть, это при предельнике 5,5% Вот мы впоследствии перейдем К тому, куда двигаемся дальше То есть, что будет дальше Хотелось бы отдельно застриться Внимание на этих предельных индексах И вообще возможном Росте тарифов Это очень важная составляющая На мой взгляд Причины роста тарифов на тепло В этом году выявлены? Потери То есть, ну Однозначно ответа То есть, который там звучал С властей и все прочее Естественно, мы понимаем Что включили в тариф В этом году все потери Которые происходят на сетях На изношенных сетях Опять же Стали Вообще было интересно посмотреть Откуда все это пришло То есть, у нас с 2005 года Действует договор аренды Городских тепловых сетей Заключен с группой Пауты Плюс Так скажем С одной из ее компаний В данном случае В данный момент это АО КТК Нас убеждают, что глубоко Убыточное предприятие Первый год он показывает убытки И сейчас, опять же В обсуждениях Промеряем, что именно С этой компанией Мы собираемся заключать Конституционное соглашение Об этом Позже поговорим Соответственно Почему так происходит И почему эти потери Почему такое количество Вообще Я бы сказал Взрывной темп Взрывной темп Увеличения Аварийных ситуаций Понятно, что С одной стороны Какой-то есть Дефицитный бюджет Почему он так Формируется Вот в данный момент У нас основная часть Тарифа Вообще Всех инвестиций Которые есть сейчас На данный момент Времени Это все же Заложено в тариф Это порядка 200 По-моему 40 миллионов рублей Если память не изменяет Заложено в тариф Именно Инвестиционной составляющей То есть Это модернизация Реконструкция Капитальный ремонт Всех сетей Достаточно Малое количество Идет Средств Со стороны Тех Кто арендует Сети Ну и Со стороны Муниципального Бюджета Напомню, что Арендная оплата Которая Практически Не изменялась За этот весь период 13-летний То есть Мы знаем, что Все ценники Растут Любая Средная сумма Аренда Даже Недвижимость Коммерческая Значительно Изменилась В сторону Увеличения Почему-то Не коснулось Сетей И Как бы Нам Не говорили Что у нас Убыточное Подприятие КТК К которому Сложно Все прочее Но я всегда Говорю Давайте посмотрим На весь комплекс Ваших Подприятий Вы используете Сети Для продажи Ресурса Которые Вы Вырабатываете То есть Эти сети Вам Конечно же Необходимо Чтобы продать Ресурсы Получить прибыль На других Поприятиях То есть В ПАО Тэплюс Которых В группу Почему Именно Застряем Внимание На тепловых Сетях Потому что Мы Проговорим И про мусор И все прочее Но Основная Доля В коммунальном Платеже Занимает Как раз Таки Платы За коммунальный За тепловой Ресурс Поэтому Очень важный Аспект Тепло Тепло Аренда Не изменялась Опять же На наш взгляд Возможные Механизмы Привлечения Бюджетных Средств Не задействованы То есть Это и федеральные Субсидии Кому-то Они даются Проще Легче Есть ряд регионов Которые пользуются Этими В том числе Не только Мы говорим Про какую-то Инфраструктуру Коммунальную То есть Где-то строятся Стадионы Где-то строятся Что-то еще Мы Чем хуже Собственно говоря Опять же Это наши представители Нашего региона На уровне федеральном Региональная группа По тарифам Застряла на этом Внимание Что необходимо У нас в акте Это отражено И не только Федеральный уровень Но и региональный уровень Там субсидирования Я думаю Что не полностью Исчерпан То есть Мы Выявили Проявили И вспомнили Что у нас Реторганизации Пользуются Лиготой По долгу На имущество В данном случае В этом вопросе Те организации Которые осуществляют Инвестиционную деятельность В 2017 году Сумма Выпадающих доходов Бюджета Регионального Ставила Порядка 295 миллионов рублей В основном Это группа Компаний Паутиплюс Пользуются Этими льготами Почему бы Нам не лишить Эти организации Этих льгот То есть Бюджет Соответственно Получит Эти доходы Которые Он сможет Направить Окрашено На Моноризацию Тепловых сетей То есть Порядка 200-250 Миллионов рублей В принципе Можно туда Направить Именно бюджетных средств За счет Передоспределения Есть ответ Пока еще нет Ну вот ждем Я сегодня предложил Как раз таки Общественной палате Потому что она Обладает у нас правом Законодательной инициативы Закон творчества То есть Еще в 2016 году Появилась такая возможность По-моему Как Дмитрий Курлимов Готовил законопроект Он Безусловно молодец Я думаю Потому что палата Вполне может Более активно Этими инструментами Пользоваться Посмотрим Что из этого получится В 2015 году Этот законопроект Уже прошел Депутаты Законодательной Собрания Проголосовали Своим большинством Но в то время Было наложено Вето На этот законопроект Губернатором В то время Еще был Белых Никита Юрьевич Впервые Он воспользовался Этим своим правом Я думаю Даже после этого Не было Где Белых Мы видим Не хотелось Чтобы там были Все остальные Шутки Мы прервемся Сейчас на полминуты У нас в студии Виталий Брам Городской активист И общественный деятель Мы с тарифами Не закончили И очень подробно Разберем Кроме того Вопрос концессии Как раз Который касается Тепловых сетей И за применение Которые проголосовали Депутаты Городской думы На прошлой неделе Особое мнение На 101FM Да Программа Особое мнение В эфире У микрофона Светлана Занько Свое особое мнение Высказывает Виталий Брам Итак Мы продолжаем Про тарифы И я думаю Что раз уж Мы начали говорить За тепло И за тепловые сети И была упомянута Консессия То здесь нужно Копнуть глубже На прошлом Заседании Городской думы Это было буквально Неделю назад Депутаты Поддержали решение О заключении Консессионного Соглашения Между городом И Некой организацией Эта организация Будет определяться Согласно Всем действующим Механизмам В ближайшее время Насколько я знаю В течение трех недель После принятия Такого решения Заявки Всеми заинтересованными Лицами Должны быть поданы То есть К 21 числу Мы должны понять Кто заявится На то Чтобы стать Консессионером Как ты Относишься К вот этому Решению Депутатов Городской думы В связи Со всеми проблемами Которые мы имеем С сетями И с какой-то Безысходностью Которую мы видим За последнее время Ты сказал Что взрывоопасно Взрывоопасный механизм В последнее время Все больше и больше Мы видим Гейзеров Да Ну вот опять же С чего хотелось Начать То есть Когда мы провели Эту работу В рамках Оригинальной группы По тарифам По общественному контролю За их формированием Мы посмотрели На статистические данные И мы увидели Такой разрыв Очень существенный В процентах То что Доходы падают У населения Обязательно платежи растут То есть Если мы говорим Про платежи Обязательно Это порядка увеличения На 6 процентов За два года А доходы упали На 1,5-2 процента Реальные доходы Да Это по официальным данным Опять же Мы понимаем Что среди Общего Котла цифр Есть там группа населения Особо незащищенная Которым на самом деле Трудно И даже среди Этих групп Есть там ярко выраженная Которая пользуется В том числе И льготами Субсидиями Стороны бюджета Мы понимаем Что это порядка 4 миллиардов рублей Ежегодно Там бюджет Травит краски На соцподдержку Именно в связи С коммунальными платежами То есть опять же Любое увеличение тарифов Будет соответственно Отразиться И на увеличении Именно Бюджетной поддержки То есть опять же Где у нас бюджет Не резиновый К сожалению В этом плане Поэтому достаточно Там сложная история И конечно В этой ситуации Когда к сожалению Экономика выжимается Жительность все труднее И бизнес структурам Субъектам И людям В конечном счете То есть Цены растут Да Мы в тяжелой ситуации Экономической В этой ситуации Любое увеличение Тарифов Особенно Которые занимают Самую существенную долю В коммунальных платежах Оно сказывается Очень негативно И конечно Я застребиваю Что формируется Такая взрывная Что не знаю Социальная напряженность Слово Которое везде Фигурирует Во всех отчетах На него Обращать внимание Это безусловно Может стать Такой точкой Которая Негативно Может сказываться На рейтинге властей На дальнейшие взаимоотношения На какие-то протесты Может быть Которые будут Когда-либо Могут быть Вливаться В какие-то Такие мероприятия Конечно Это хотелось бы избежать Чтобы это избежать Нужно Чтобы было Весь рост Тариф вписывался В какой-то В предельник В связи с инфляцией Если мы хотим Увеличивать тариф Давайте задействовать Бюджетные источники Если к ним Про концессию Вот мы сказали Про депутатов Я был на комиссии По ЖКХ На Дума К сожалению Не пошел Потому что Смысла не было То есть Все уже Обсудили На обсуждениях К сожалению Вот то Что обсуждается Уже более трех лет Слово там Концессия Звучит Да больше обсуждается Десяток лет В активной фазе Именно там Три года Именно переход В эту сторону Взаимоотношений На мой взгляд Депутатам Не был раскрыт Вообще Что будет Потому что Безусловно Да Дали лишь Потенциальную возможность Осуществления Таких взаимоотношений Переход На консессионные Взаимоотношения На концессию Чтобы Обладать Эти тепловые сети Какой-то Субъекту Которые будут Вкладываться Более активно И все прочее Но Никакой тарифной модели Никакого там Предложения Договора С приложениями Его не было Да Я понимаю Что с одной стороны Депутаты Голосовали За потенциальную возможность Но На всех этих обсуждениях Был конкретный Представитель ПАУТ и Плюс Его руководитель Сергей Берестов Он Рассказывал Как все плохо А вот Что будет дальше Ну Было сказано Довольно Коротко То есть На 35 лет Через 35 лет Наступит коммунизм Как я его называю Будет все хорошо Вот Так давно К нему идем Вот мы к нему Придем через 35 лет Каким Путем Волчим вопрос Да Я считаю Что депутаты Конечно же Купили кота в мешке Потому что По факту Они исключили себя Из дальнейших взаимоотношений Ну Мы понимаем Что есть Можно сказать Что один субъект Пойдет в такое В такие взаимоотношения Настолько там Крупные Которые Можуты Такой большой объем Что важно знать О консессии Вот И если бы нам Ее презентовали Так Как ты считаешь Нужно Нужно ли знать Сроки Деньги Что и в какие сроки Это даст городу Конкретным людям Да Итог вообще Куда мы должны прийти Не через 35 лет А 3, 5, 10 Завтра Конечно Должны быть там Четкие модели Которые С всем этим сроком Нам покажут Что будет происходить И самое главное Из каких источников Финансовых Будут браться средства Потому что Пока что Вот то Что я вижу К сожалению Я вижу Что Деньги Хотят взять у населения В связи с увеличением тарифа Конституционная модель Взаимоотношений К сожалению Или к радости Для кого-то К радости Или для кого-то К сожалению Позволяет увеличить Тариф Сверх Вот этот предельный индекс Даже если мы Согласно законодательству Это законный механизм Да Даже если мы будем Рассматривать Те предельники Которые есть сейчас Там 5,5 Даже сейчас Есть возможность Прибавить К этим 5,5 Еще там 2,5 Как и случилось У нас Не случилось В данный момент Ты же сказал Что 7,39 Нет Вот Здесь как раз таки В нюансах Кроется дьявол У нас сейчас По себе Области По Кировской 5,5 За счет того Что в области Там в районах 4 примерно А в Кирове 7,39 А если будет 8 процентов Общепредельник То мы можем Получить в Кирове 10,12 Вот тут Средняя температура По больнице Будет В рамках Предельника Но даже Сверхпредельника Будет возможность Установить То есть Ну Такая возможность Дается Но опять же Даже в рамках Предельного индекса Если мы Будем смотреть Вилку В 2,5% Прибавкой К этому предельнику Которая Дается Федеральным Законодательством Как возможность Мы Сможем Получить В городе Достаточно Существенное Увеличение Тариф Как ты считаешь Вот этим голосованием За принятие Концессионного Соглашения Да Вот этой всей Историей Депутаты уже Поставили точку Концессия Точно будет Ну Про это нам говорят Депутаты Своим решением Про это нам говорит Губернатор Глава администрации Для Вячеслава Шургин То что Да Такая модель Выбрана Да Такая модель Обсуждается Часто На федеральном уровне На региональном уровне Уже очень давно обсуждается И реализована Коги реализована Ижевск Один из последних примеров Там увеличение было Из концессии На 7 процентов Мы имеем 7,39 Без концессии Вот когда в том числе Происходило там летом Увеличение В июле На 7,39 Мы говорили Ребята давайте Дождемся Когда мы подойдем К концессии И увеличим уже Ну Вполне возможно На 7,39 Но если мы сейчас На 7,39 Увеличили Мы подпишем концессию Мы еще Больше сможем увеличить То есть твой прогноз В связи с Концессионным соглашением И в связи С теплопотерями Которые никуда не ушли А только будет нарастать Пока еще концессия Нам переоборудует Все теплосети Мы ожидаем В следующем году Рост тарифа В Кирове На 10-12 процентов Ну это мое предположение Но скорее всего Оно будет примерно таким Вообще концессия Что Ну то есть Вот эта модель Она может быть Вполне эффективной Это же Мы имеем в принципе На мой взгляд Довольно неплохой срок В 35 лет Ну что это значит То есть Когда она планировалась Обсуждалась Все эти модели Изначально там 5 лет назад То есть На финальном уровне Такая модель Вложения Инвестиций В долгосрочной перспективе Когда есть какой-то Бизнес-субъект У которого есть Возможности Финансовые Экономические Вложить деньги У него минимальные риски У него все гарантии Возврата средств Есть Но в долгосрочной перспективе То есть Здесь по идее Консессионер должен Ударными темпами В первый там Период там 2-3-5-6 лет Вложить довольно Большие средства Собственные Собственные средства А потом их возвращать Чтобы размазать Там рост тарифа Там в виде Нагрузки на население На весь период И более того Мы сейчас говорим Про возможность Участия Федеральных средств Я думаю Что на этом Нужно застрять внимание Потому что Можно долго строить Космодромы Стадионы Что угодно еще Но Именно Инфраструктура Там коммунальная Это приоритетный характер Это то как живут люди Как живут Говорили ли на заседании На отчете Региональной группы По тарифам О тарифах на мусор Тарифы на мусор Мы Смотрите То есть Мы Не удалось их затронуть Именно В связи С изменениями Которые назовут С 1 января Он еще не определен Да Потому что Сейчас происходит Взаимоотношение Между регионным оператором Это Аукуприт И его там Операторами Кто знает Перевозкой Захоронением Утилизацией И так далее Поэтому В РСТ В ту же То есть Еще не представлены Были Цифры Тянут до последнего Тянут до последнего До последнего Но Мы понимаем Что Будет значительная Увеличенная нагрузка В том числе И в этой составляющей На население То что обсуждалось Вот уже там долго Муссируется Там цифры Какие-то 120-150 рублей На каждого Прописанного человека Возможно Возможно Будет с квадратного метра Там плата взиматься Как сейчас Но опять же Сейчас Люди платят По строке Содержания и ремонт И вот эта плата За взаимоотношение С мусором Она вшита туда Там она Раскроет себя В новой платежке И люди увидят И ах С чего это вдруг Потому что Для человека В принципе Ничего не изменится Мусор вывозился В новой платежке Вместе с электроэнергией Придет Конечно Вместе со всем Вместе со всем Не заплатишь за мусор Отключит электроэнергию Скорее всего Такая модель будет Вопрос Опять же К тому Вообще Что происходит В мусорной Эпопее Круглые столы Большие проходили Помнишь Два Да Там всякие Что не так Приезжали Прекрасные люди Из федерации Но главный вопрос А где Переработка Что изменится Где инфраструктура И за чьей счет Она будет построена Вот опять Уже Мы подходим К этой новой модели По области Если брать область Многие объекты В принципе Не готовы Формально Может там Где-то что-то Подшимать Чтобы это Было Многие объекты Которые Даже изначально Год назад Планировалось Построить Можете Полигоны По области Они не построены Соответственно Увеличивается Плечо Перевозки Соответственно За это Заплатят люди Это большая проблема В Кире Точно так же Ну да Есть полигон В Осенцах Который Наверное Будет введен Скоро То есть В каком-то Ближайшем Будущем Заработает Но Захоронение Где переработка Где вложение То есть Я смотрю На Куприд Вот там Больше 60% Это региональный оператор Теперь Принадлежит МО город Киров Стало задумываться А может быть Не совсем эффективно Держать у себя Зачем Оставить там Городу процентов 5 Для контроля Какого-то То есть Чтобы Был доступ Какое-то Оперативное Действие Которое Происходит Внутри Может быть Продать Эту долю В те же руки Которые владеют 40% Оставшимися А мы знаем Эти руки Прекрасно Но есть же И другие Наверное руки Просто с ними Видимо Нет такого Диалога Но я вот Слышал Что есть Там Предложение От Инвесторов Которые В принципе Готовы Вложить Сумму Довольно Существенно В инфраструктуру С длинным Сроком Возврата Инвестиций И построить Инфраструктуру До мусорной Переработки Что людям бы дало Строительство Мусоросортировки И мусоропереработки Не в перспективе 5-10 лет За федеральные деньги А вот как ты говоришь С участием Частного капитала Во-первых В любом случае Возврат Инвестиций Есть Просто Вопрос-то в том Насколько Эта сумма Будет Переложена На население В какой период Времени Первое Второе Естественно Привлечение Федеральных Субсидий Где эти деньги Где эти большие деньги Которые аккумулирует Федерация Вот мы пока Их не видим Ну ты думаешь Это реальная схема Даже в случае Продажи Какой-то части Доли в куприте Муниципалитетам Частному лицу Что зайдет Другое частное лицо А не то самое Которое сейчас Обладает 40% Вопрос Взаимоотношений Вопрос договоренностей И вообще Условий продажи Наверное То есть Можно же там Выставить какие-то Условия продажи Что будут покупать То есть Нужно чтобы тот инвестор За эти 6% Вкладывался В инфраструктуру Это важно Прервемся на полторы минуты У нас реклама Напоминает Особое мнение Виталия Абрама Особое мнение На 101FM Программа Особое мнение Сегодня Я вижу Практически целиком Посвящена Вопросу о тарифах Действительно Очень сильно Очень Насущный Животрепещущий вопрос Потому что Я с тобой Здесь совершенно согласна В ситуации Ужимающейся экономики Как ты сказал Снижение реальных Доходов населения Рост тарифов Это Большая проблема Для людей А у нас Две большие программы Это вот Концессия Которая мы заговорили И тепло И мусор О котором мы тоже Начали говорить И сейчас Пару минут Еще ему посвятим Мы стали говорить О том Что Насколько я тебя поняла Что необходимо Вместе с введением Новой системы Перевозки Захоронения Отходов Мы говорим о том Что У нас единый оператор Теперь по области Это Куприт Где 40% Частного капитала А 60% Муниципального Необходимо Строить Мусоросортировку И мусоропереработку Привлекая федеральные Субсидии И одновременно Используя Частный капитал Что это даст Для каждого Конкретного человека Ведь судя по тому Что ты говоришь О концессии В тепле Вот такие вложения Инвестиции Увеличивают тариф Если будут строиться Будет окей Там например Действительно Чиновники Пойдут на то Что будут Привлекать Частный капитал Будут строить Будут брать Субсидии Которые тоже Нужно возвращать Там ведь да Тоже нужно Расплачиваться Я так понимаю Будут Строить Мусоропереработку Мусоросортировку Не увеличит ли Это в итоге И так Огромный тариф Который сейчас Возникнет Суть то в том Свет Что Если какой там Субъект Вкладывается Он Создает Какие-то Объекты Инфраструктуры В данном случае Полигоны Мусорные Заводы Переработки Допустим Сортировки И все прочее Сокупает Технику Для перевозки Вот он Вкладывается И он Рассчитывает В длинную Долгосрочную Перспективу Срока Возврата Ему утверждают Тариф В РСТ И так далее Вот такая Модель-то Она нормальная Но когда мы Говорим Что мы сейчас Саккумулируем С граждан Какие-то там Средства В тарифе Уже А потом На них Мы возведем Все это Прекрасное Через 5-10 лет Ну как бы Немножко странно Звучит Поэтому Безусловно Бизнес Должен участвовать Это достаточно Вообще Эффективно Когда бизнес Что-либо делает А что насчет Монополизма У нас в данном Случае Монополистичная Схема Очень Мне вот она Очень нравится То есть Я тоже Говорил И мы обсуждали Там И в том числе С участниками Всех этих Процессов И с депутатами С Михаилом Шиховным Депутатом Который Выходит В ЖКХ Комиссию И имеет В принципе Непосредственно Отношение К этой возрасте Не секрет Конечно Не секрет Никого Хотя вроде как Вышел Он говорит Это все Но Думает Что имел По крайней мере Отношение Мне кажется Что вообще Монополия Вот такая Она ни к чему Хорошему Для потребителя Не ведет Нигде Ни в области Экономики Ни в области Политики То есть Потому что Есть монополия Всегда есть Пространство Для этого Маневра Такое широкое То есть Ты что хочешь То и делаешь Какие решения Тебе выгодны И важны Ты тебе продавливаешь У тебя большой вес Большая сила Других Каких-то Альтернативных Вариантов Никакая Не предлагается Так и здесь Поэтому Для меня В данной системе Потому что Мы говорим С одной стороны Развитие конкурентной среды Президент указы Издает Правительство Редактор с федерацией Тоже это подкрепляет Постановлениями И всем прочим Законы действуют И так далее Но на деле Мы приходим В какую-то сторону Монополия Везде Вот в этом же мусоре То есть Если раньше Есть жители Которые живут На квартирном доме Они делегируют Свои там Обязанности Обязательства Управляющая компания Она уже Выбирает Какого-то подрядчика Кто будет Допустим Перевозить мусор Кто будет Что с ним делать И они между собой Конкурируют Предлагают Разную цену То есть Сейчас нет Конкуренции Сейчас нет И сейчас-то нет В принципе Перевозка Там 80% Группа САХ КДУ Три Одна из организаций Все связаны Между собой Да Но дальше Мы приходим К тому Что мы еще Больше усилием Эту монополию Да Она Вроде На 60% Принадлежит Муниципалитету Ну и что с того Хорошо Ну только Не САХ И не КДУ Принадлежит Кто в реальности Оказывает услуги Это частный бизнес У них в принципе Своя такая монополия Она расширяется С ограниченным количеством Лиц Которые собственно И диктуют Она увеличивается И диктует Ну вот На мой взгляд Было бы Более правильным Чтобы люди Там Управящие компании Те кто перевозит Куда перевозит Могли конкурировать И на базе того Кто предложит Наиболее эффективное Решение Может быть С более низкой ценой С лучшими условиями Те и будут побеждать У нас эта среда Не сформировалась Мы видимо От нее отказались К следующему вопросу Перейдем У нас остается Буквально 6 минут На прошлой неделе Группой товарищей В числе которых Ты была Подана жалоба В Уфас И жалоба Касалась Вопроса О квотах По содержанию дорог Вообще По лотам По лотам На зимнее содержание Дорог На что жаловались По контрактам Традиционно Мы отстаиваем Все таки Позицию Что должна Быть Формироваться Здравая конкуренция Она не может Быть сформирована При тех условиях Когда у нас Выставляется Один лот На стоимость 830 миллионов рублей На два года Это зимнее и летнее содержание Уличная роль Система города Кирова Не может Объективно Будет один Какой-то Субъект Который Зайдет На конкурс Затем Большую часть Работ Отдаст На суб подряд Такая система У нас действовала До 2017 Года Это не раз Акцетировало Внимание Новое власти Новое правительство Которое Также Про это говорили Выездные Были проверки Мы также Писали Жалобы У ФАС И В итоге Эта сумма Была разбита На 7 7 отдельных Лотов Нам утверждают Что Такая система Неэффективна Она не приводит К увеличению Улучшению Качества Кознанию слуг Да Потому что За год Годовой контракт С мелкими лотами Не позволяет Подрядчикам Покупать Достаточное количество Техники Расширять свой штат Для того Чтобы эффективно Убирать улицы Но опять же Мы понимаем Что Большая часть Работ Будет отдана В любом случае На суб подряд Потому что Мощности Ни одного предприятия Кто находится В городе Не позволит Захватить Весь город Раз Те субъекты Кто более маленькие Таким скажем У них вообще Не будет возможности Развиваться То есть Какие Даже если возьмут Там суб подряд Какая там Маржинальность Она и так низкая Это контракты С низкой Достаточно Маржинальностью Но в то же время Если нам говорят Вот мы Когда были В Уфасе На седании На прошлой неделе Сегодня в 4 часа Будет оглашение Вердикта В 2 часа На вашу жалобу Да На нашу И еще Мы узнали Что пожалуйста Там 2 или 3 организации Там параллельно То есть А как они будут Развиваться Ну Вот как бы Условный ГДМС Который Предположим Там заявится Оказывать услуги Там где-нибудь Доронич Виталий Мне наплевать Мне наплевать Как они будут Развиваться Но мне не наплевать Как будут чиститься улицы Улицы у нас чистятся плохо Ну да Ну то есть еще раз говорю Для сравнения Мы по такой модели Жили там до 2017 года Плохо чистились улицы И с 17 по 18 Тоже плохо Что? На что мы жалуемся? И так плохо И сяк плохо Кто эффективный механизм Предложит Но 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 Еще раз хочется сказать Что когда есть четкие границы Ответственности Вот они определены Изначально Плохо чисят Потому что А Дефицитный бюджет О чем мы говорим Слушайте Ну да Сумма 830 Сейчас там Выскочила одной цифркой Да То есть Ну это два года То есть На год была такая же сумма В 400 порядка Там примерно 400 миллионов рублей Да То есть Да Нужно увеличивать бюджет Раз Второе Контроль Вот если контроля нет То о каком качестве Моговорить Я тебе хочу Знаешь что сказать По поводу денег Вот почему-то Владельцы этих предприятий Что мусорных Что чистящих Они вообще не кашляют Один и тот же человек Они вообще не кашляют Живут прекрасно Денег им не только хватает А очень Более чем хватает А с другой стороны Когда ты выглядываешь Ночью на улицу И думаешь Почему у тебя Уборщик улицы Вот эта машинка Тарахтит уже Три часа под окном А потом выходишь к ней И видишь Что просто спит водитель То я понимаю Что не в деньгах счастье Поэтому мы говорим Что нужно внедрение Элементов контроля Нужно усилять Улучшать В том числе За счет 21 век GPS Можно все оборудовать Может сначала Не деньги все-таки Вливать А проконтролировать В этом контракте В этом контракте Как исполняться Возможности Механизмы Информационных систем То есть Этих датчиков Они прописаны Мы про это говорили Нас услышали Спасибо Но опять же Вопрос контроля Если мы четко Не понимаем Вот я был На полигонах Снежных Зимой Я видел Что там Есть представитель Подрядчика Который считает Эти машинки Записывает В табель Полусомный Я видел Да Было довольно Много машин Но сколько их В реальности И сколько они В реальности Пишут в своих отчетах Потому что Если нам говорят На Уфасе Там были Администрация города И говорила нам Очень плохо убирают Я говорю Факт Где Вот ваш акт Ваше заключение Оценки Бальная система Оценок есть 4,8 4,9 Из пяти возможных То есть Очень плохо убирают И многократно Они жалуются Вот там есть там Компания Это при перескокове Классно было Ругали-ругали Потом все пятерки Там есть компания Какая-то маленькая Она очень плохо убирают Я говорю Факт Ставьте кол Не платите ей ничего Вносите в реестр Недовосовестных подрядчиков Разыгрывайте Побыстрый Вводите режим ЧС Отдавайте ГДМС А потом Мы должны завершать Но здесь очень хорошо Вот перекликается Вот факты Которые ты сейчас приводишь С вопросом слушателей Сергей Владимирович Пишет тебе на сайте нашем В разделе анонсы Задает следующий вопрос Достаточно долго читая Публикации Он говорит Вашего собеседника Он видимо ко мне обращается На 80% Пишет разумно и логично Есть ли у Виталия Абрама Диалог с Гордумой Администрации города Если есть То какие решения Воплотились в жизнь Если диалога нет То не кажется ли вам Что в ближайшие два года При таком наплевательском отношении К жителям города Со стороны главы И губернатора Мы получим абсолютно Гарантированный Социальный взрыв При условии Когда все элементы Системы будут работать Качественно Взрыва можно избежать Есть у тебя диалог Или нет диалога С губернатором И главами города Есть ли реализованные Какие-то проекты Смотрите Он был Губернатор Когда Точнее Временно исполняющий обязанности Вступил в нашу рабочую группу По контролю за ремонтом И за содержанием дорог Безусловно Мы Все выводы Последовательно Они следуют Из года в год То есть Три года Деятельности Рабочей группы 30 секунд остались Последовательно Был диалог Был необходим Всем сторонам Сейчас Есть какая-то Сложность Потому что Расходятся мнения У них наплевательское отношение К вам Виталий Брам И к вашим инициативам И к вашим данным Не наплевательское Но оно Расходится с мнением И я считаю Что это нормально Как раз таки Когда есть два Противовборствующих мнения То есть То в итоге Там диалога Дискуссии Предложений Да Может сформироваться Более какая-то эффективная На выходе Модель Поведения Наши главные люди В регионе В городе Они вообще обращают внимание На то что люди говорят И пишут Вот люди уже чувствуют Что социальный взрыв Абсолютно гарантированно Ну конечно Когда люди выходят Во двор И видят кучу мусора Которого раньше не было То конечно Они думают Что они там делают Ну наплевательское у них Или не наплевательское отношение А тут двоякое впечатление Вот у меня диссонанс Говорят одно делает другое Непонятно Да В чем-то да В чем-то да Но в чем-то и нет Есть же плюсы Объективно есть То есть Стало Горискармиссар Задуматься О каких-то Более глобальных Улучшениях Там В общем ты не теряешь Надежды И работать продолжишь Ну конечно Но опять же У всех людей Опять же Они же видят Что вот реальных изменений Пока вот уже нет Уже год прошел больше Так Но что будет дальше Ну я думаю Что дальше будет лучше Взаимодействие Опять же От людей все зависит Вот люди Вы должны что-то сделать Подняться с дивана Виталий Брам Общественный деятель Городского активиста Это было его особое мнение Спасибо тебе что пришел Программа вела Светлана Занько До свидания Все будет хорошо Особое мнение На 101FM